Я просто делюсь информацией, она не может быть ни правдой, ни ложью. Она лишь поток энергии, который приобретает форму и попадает к вам в руки. Что с ней дальше делать, пусть каждый решит сам, исходя из своего мировоззрения. Я опущу тему воздержания, скажу только что это крайне эффективная практика на персональной лестнице развития. Менее эффективными на мой взгляд являются такие практики как тантрический секс и даосские секреты любви. Итак, на формирование семени, уходит большое количество энергетического потенциала человека и полезных веществ, которые буквально вытягиваются из организма, они идут на его развитие. Но мир физический это только часть картины. До того как сперма появляется в мире материальном, она имеет полуматериальное начало в виде семенной ауры, носителем которой служит сперма. Именно она содержит в себе всю информацию о человеке, сперма же есть просто видимая семенная жидкость, в которой есть все необходимое для первичного формирования человеческого сосуда. Мне очень нравится первый закон термодинамики, на удивление он актуален не только для мира физического, но также для мира сотканного из более тонкой материи, кое наука только начинает изучать. Я думаю многие из вас знакомы с головной болью после обитых вспышек гнева. Когда нереализованная внутренняя энергия, направляется на саморазрушение, эмманируя в мире физическом выделение разных веществ, кое сознание трактует как боль и понимает что они несут опасность для тела и таким способом подталкивает к позитивным изменениям мышления. Дабы впредь исключить выделение этих веществ и не допускать повторения негативного опыта. Также многие наверное знакомы с темой материализации намерений. Когда оплата идет благодаря внутренней энергии, позитивными эмоциями, которые в свою очередь конвертируясь, исполняют сформированные желания в мире физическом. К чему я по вашему мнению подвожу? Правильно, к тому, что любая энергия не может просто взять и раствориться. Она переходит в разные состояния и что совсем печально еще и в воплощение. Воображение является причиной возникновения, инкубов, суккубов и жидкостных лерв. Они суть порождения сильного и нечистого воображения мужчин и женщин. Каждый раз когда вы испытываете похоть, к примеру представляете как жестко входите в мускатный склеп своей мамоситы, наматывая ее волосы себе на кулаки, и шлепая яйцами по ее винтажному лобку. Происходит истечение эфирной жидкости из астрального тела, которая не может породить ребенка, однако способна породить лерв, суккубов и инкубов. Это только пол беды, ибо столь расточительная невоздержанность на дистанции делает мужчину бессильным, а женщину бесплодной, ведь большая часть внутренней энергии теряется из-за нездорового воображения, порождая в мире невидимом все больше зла. Лервы не могут завладеть человеком чистым и здоровым, ибо они могут получить власть лишь над теми, кто предоставит им место в своем сознании. Здоровый рассудок – это крепость, которую невозможно взять приступом, не будь на то волей ее хозяина. Однако если позволить этим существам проникнуть в сознание, они бередят страсти женщин и мужчин, возбуждают в них дикие желания, посылают им дурные мысли, которые разрушительно воздействуют на рассудок. Они обостряют животные наклонности и подавляют нравственные чувства. Злые духи могут завладеть только теми из людей, в ком животное начало преобладает. Но невозможно подчинить разум, воспринявший свет истины, и лишь те могут быть подвержены их влиянию, кто в жизни обыкновенно руководствуется позывами ниши и природы. Некоторые из таких существ оказывают влияние на людей сообразно их качеством, они наблюдают за людьми, развивают и усугубляют их недостатки, находят оправдание их ошибкам, заставляют их надеяться на успех своих злодеяний и постепенно высасывают из них жизненную силу. Они поддерживают воображение и усиливают его действия. Таким людям могут сниться эротические сны, их могут посещать навязчивые эротические фантазии, вынуждая отказаться от воздержания. Благодаря чему вы теряете время своей жизни, а сущности получают возможность прожить дольше за ваш счет. Дабы предотвратить такого рода печальные явления, необходимо быть целомудренным, честным, чистым в мыслях и желаниях, и кто не способен пребывать таким постоянно, тому не следует оставаться холостым. Воздержание от полового общения бесполезно для духовного развития, если оно не сопровождается воздержанием в мыслях. Вынужденное безбрачие не делает человека священником. Настоящий священник – это святой, а святые – это люди, освободившие себя от чувственных желаний. Подытожив хочу еще раз донести мысль, любая энергия в конечном счете обретает свою форму и наполняется содержимым. Если ваш ум сияет благостью, эту благость вы привносите и в мир, если похотью и развратом, формируете тонкоматериальных сущностей. Если задуматься они так же явления ни добра, ни зла, они лишь палачи невежества. Что-то вроде и Григоров. Но тут вопрос скорее в том, куда вы хотите отдавать свою энергию и на формирование какой реальности вокруг себя. Ведь у каждой реальности есть своя цена, и если ты хочешь жить в более привлекательной реальности, за нее придется заплатить. А чтобы заплатить, нужно иметь средства. Think about it. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Супермен все надоело Те, кто вновь падут, взлетая Всех превыше, это знаем Тойсклав! Пылает сердце Пьем любовь и все преследие Тойсклав! С кровавольдом твой вздох Из всех времен Тойсклав! Откликаешь Любовь не даришь Тойсклав! Твои чувства снова отвергаешь Тойсклав! 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 Пылает сердце В нем любовь и все преследие Тойсклав! Тойсклав! С кровавольдом твой вздох Из всех времен Тойсклав! 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 Д exponentially Тойсклав! Тойсклав! Приветствуем всех, кто только что присоединился к эфиру «Славянского мира». Есть такое выражение «Не родись красивой, а родись счастливой». Но что же такое настоящая женская красота и откуда она берёт свои истоки, знает наш сегодняшний гость, историк-славяновед Марина Крымова. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, что же считалось настоящей истинной красотой у древних славян? Потому что я понимаю, что понятия сегодняшней красоты у женщины и в те времена были совершенно разные. Если говорить о моде, то в каждом столетии была своя мода. О внешнем образе женщины. Но истинная красота – это её внутренняя ладность. То есть буквально внутренний лад, порядок и внутреннее отношение к жизни. Но в большей степени внутреннее отношение к ближайшему социуму. Вот что считалось красотой. Этому обучали как-то девочек, девушек? Конечно же, в боярском сословии, в купеческом сословии, в ремесленном сословии свои требования были. И, соответственно, девушек облагораживали в связи с этими требованиями. Но если суммировать всё вместе, то женская красота была… Это очень хорошее объяснение дано в поговорке «мужчина – иголочка, женщина – ниточка». То есть куда мужчина склоняет свои мысли, то женщина пытается и сделать. Тем самым она становится созвучна мужчине. Тем самым она становится полезна. Так вот, внутренняя женская красота – это как раз-таки внутренняя польза мужчине. Как советчица, как вещунья, как подскащица и как сохранительница всех его чаяний. То есть женщина должна была быть очень мудрой, очень глубокой, понимающей, помогать мужчине идти по его пути, да? Знаете, я, наверное, сказала бы не совсем мудрой, а скорее разумной. Разумно-наблюдательная. Плюс с хорошей памятью. Потому что помнить все печали, все невзгоды и при этом пытаться их урегулировать, как делала лягушка Ивану Царевичу, да? Она ему говорила, ты отдохни, а я сейчас подумаю. Утро вечера мудреней. И вот наутро женщина что-то успеет сказать. Пока готовит супруга дню, пока подает ему на стол, пока обихаживает его, заботится о нем, она комплектует его на сущный день. Тем самым она вновь полезна. Вечером она его выслушивает. Вновь полезна. И так далее. Действительно, как ниточка за иголочкой. Ведь не зря же говорят, что за каждым успешным стоит единственное верное любимое. То есть мужчина ищет вот ту самую ладушку для себя, как спутницу жизни, которая ему будет и помогать по жизни идти, да? Так мужчины до сих пор об этом говорят. Я ищу свою единственную. И именно в нашем этносе, обратите внимание, единственное вот столь почитаемо. А вот был какой-то критерий выбора у мужчины своей ладушки, своей спутницы жизни? То есть перед тем моментом, когда мужчина женится, он же как-то выбирал из множества женщин раньше вот свою именно. Может быть, какие-то были или обряды, или вот на что он обращал внимание, что было очень важно. Если говорить об истории, то здесь в обязательном порядке свое сословие. Только так. Более того, они не были очень каприсны. В основном, конечно же, решали отцы матери, да? Потому что слияние капиталов, и очень важно было сохранить капиталы. Более того, давайте просто вспомним о том, что если девушка росла в семье, где привыкли управлять хозяйством, где привыкли управлять капиталом, наверное, у нее и мировоззрение будет правильно сформировано. Точно так же и с парнем, да? Он вырос в той семье, где привычно управляли, где качественно думали, как сохранить капитал и владение. Соответственно, они будут созвучны. Именно поэтому не почитались браки из разных сословий. Потому что разное мировоззрение. Ну, не получится взаимосогласие при разном мировоззрении. Сегодня то же самое. Не получается взаимосогласие, если критически разное мировоззрение. А в старину искали созвучие. Но это созвучие находилось, получается, немножко в практическом смысле? Или все-таки люди и слушали друг друга, и чувствовали, они друг к другу подходят или нет? У нас есть серия сказок, где сварливая жена порицается. И есть огромное количество, большее количество сказок, где почитается милая, та, которая ласкова, та, которая глубокомысленна, та, которая не предаст, но обязательно поможет советам. И вот у нас очень много в истории ссылок на то, что княгини, боярыни, они были очень верные и очень мудрые. А это уже внутреннее качество. И это уже ссылка к той единственной, которую все время ищут. Верная, мудрая, вещунья, терпеливая, разумная, наблюдательная. Это очень большие показатели. И если у женщины вот такие качества не оформлены, с ней будет очень сложно. Да и ей самой тоже будет сложно. А эти качества взращивались в девушках, передавались из поколения знаний об этом? Конечно. У нас был целый институт обавниц. Полную версию беседы смотрите на Славмир ТВ. Однажды каждый человек осознает, что пришло время что-то менять и двигаться к лучшему. Время искать ответы. Как жить в гармонии с собой и добиваться успеха? Как сохранить свое здоровье? Или как стать мудрее? Люди ищут ответы в психологии, духовных учениях, тренингах, концепциях и всевозможных практиках. Порой пропуская мимо то родное, что лежит в основе и передано нам нашими предками. Ведь родная славянская культура хранит ответы на все вопросы. Заходите на Славмир ТВ и вы узнаете о воспитании детей, здоровой жизни, древнерусском языке, загадках истории и многом другом. Добро пожаловать в мир, где оживают древние знания и открываются врата в счастливую и наполненную жизнь. Впервые вас ждут Славянский телеканал и радио 24 на 7, познавательные статьи и выпуски программ, новости и музыка. Ежедневно мы производим, подбираем и выпускаем для вас десятки полезных материалов, без рекламы. Поддержите развитие своей культуры, оформите подписку со скидкой и вкладывайте в свое будущее уже сегодня. Славянский мир. Мир твоей культуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова